МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на сегодняшний день вы оказываете огромное внимание подрастающему поколению, закрепляя в них любовь к музыке и неся всё самое доброе и вечное в их сердцах. Спасибо вам большое за ваш патриотизм, за стремление внести в нашу обыденную жизнь, может быть, нашу какую-то суету, вот этот дух искусства. В этом году первую из четырёх концертных программ открыл мощный коллектив – симфонический оркестр Министерства обороны России. В его исполнении прозвучали великие произведения Мусоргского, Глинки, Лядова, Бородина, Римского-Корсакова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военный оркестр давно сотрудничал с Юрием Александровичем и всегда рады, когда он приезжает к нам в оркестр порепетировать, поиграть. Причём это бывает спонтанно, просто так, Александр Александрович приезжает, говорит, а ну давайте, третий концерт Рахманина поиграет. Ну, давайте, разложили, начали исполнять. Поэтому это очень приятная дружба. Каждый год у «Звёздного» свой неповторимый ведущий, в каждом концерте своя загадка. Духовной жаждаю томим, в пустыне мрачной я плачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. В это время этих всех жутких телешоу, и вот буквально там вчера, позавчера, все что-то учат, вот эта пошлость, которая отовсюду, отовсюду на нас, в общем. Вот это необходимо, это спасёт мир. Во втором отделении выступил академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра под руководством Николая Азарова. Зажигательные народные ритмы и звонкие голоса, о которых у зрителя поёт душа. В этом уникальном коллективе вырос Юрий Розун, 50 лет там работала его мама, заслуженная артистка РСВСР Галина Рождественская, пели его отец Александр Розун и незабвенная Людмила Зыкина. «Фестиваль начинался в день полёта как Гагарина в Звёздном, а потом переходил в Щёлково. Во-первых, выкладывается Розун, бесплатно это много значит. Просто удовольствие, интерес, что можно ещё сказать. Любой концерт – это удовольствие. Большой мастер для меня, его исполнительское мастерство на высоком уровне». Сегодня Юрий Розун оказывает поддержку молодым дарованиям, курируя Международный благотворительный фонд. Его слова – классическое искусство должно быть доступным. Сам мастер выступит в сольном концерте 17 апреля. «Мои ученики, стоит ли выступить на концерте или на конкурсе?» «Да. Даже если это будет неудачно. Бывает. Всё бывает в нашей артистической жизни. Но вы вернётесь домой, вы будете уже по-другому играть. Опыт важен, адреналин важен. И стресс необходим, как это ни парадоксально». Международный фестиваль искусств «Звёздная» – это не только концертная программа, которая запланирована в Щёлковском районном культурном комплексе 11, 17 и 25 апреля. Это ещё и мастер-классы с участием признанных звёзд классической музыки и стипендиата фонда Юрия Розова. Михаил Налётов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково».